О боже, как много этих паучков здесь Так, тут аккуратненько Ладно, давай сюда, быстрее! В этих туннелях человека нечасто встретишь Поговори-ка с капитаном, мы тут знаешь по уши в навозе, присоединяйся Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень, но лишние бойцы нам не помешают Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация Готовься к бою, можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне Теперь ты один из нас Наш отряд зовется Дети Подземелья Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут Не буду врать, это будет трудный бой Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны Попадет прямо туда, туда, где ваши жены и дети И он их не пощадит Мы не имеем права проиграть этот бой Ура! Я вместе с вами, ребята Чувствуешь? Да ты еще что-то Спокойно, без паники О-оу! К сожалению, не все У нас потери! Да, есть потери Согласен Черт, проклятий! Автомат мне сейчас Я думаю, больше пригодится Так, тут ставлю зажигательное что-нибудь Ну, где вы там твари, выходите! Сейчас Так, валим эту хрень Завалили У нас проблемка! Гарри, 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 гарри! Упс! Синяя Магазин Маши Патроны кончились! Патроны кончились! Я пустой! Патроны кончились! Я пустой! Я пустой! Я пустой! Я пустой! Питая! Питая! Блин, и опять срубила! Вот тут просто гора мутантов! Ах ты ж, блин, смотрите их! Всех положили, к сожалению! И снова! Опа! Как везет Артему, да? Будем обратно пушку забирать? Я думаю, что нет! Сейчас... На мой взгляд, больше пригодится, конечно же... Так, патроны видел? Сейчас... Вот они! Сейчас, конечно же, больше пригодится калаш! Все, в мутантах здесь! Вот здесь посмотрим! Да, туда не пройти! Ладно! Заберем... Патрончики из схрона! Слишком много мутантов... Прорвалось через нашу оборону! Нужно предупредить полис! Но я больше не боясь, как видишь! Слушай, парень... Ты должен найти нашу радиостанцию... Установить связь с полисом... И поставить запись с сообщением... Об опасности! Вот она! Я готовился к этому! Удачи, братишка! Ну, спасибо тебе, друг! Мне удача, как всегда, не помешает! Слышали этот рык? Неужели еще будет волна? Но навряд ли! И пулеметчика тоже убило! Ну, значит, был очень мощный этот импульс... Который всех вырубил! На этой станции я почувствовал себя как дома, как на родной ВДНХ. Эти люди, как и мы, изо всех сил цепляются за свою станцию, за свой простой быт, за свою пропающую подземную жизнь, за тусклое свое будущее, будто бы оно с улитым спасением. Нет! Все, чего они могут добиться, и все, чего можем добиться мы, короткая отсрочка перед тем, как нас всех окончательно проглотит тьма. И все же, они не опускают рук. И мне пора идти. Времени все меньше. Спасибо. Ну, дробовик, вот этот убойник, конечно, вещь. Себя продемонстрировал в этой бойне и во всей красе. Очень порадовал. Так, теперь бегом. Независимая станция. А я к вам с демократией. Ах ты! Лови. Ну, мне пока не надо, у меня и так максимум. Хотя не факт, что я буду сюда возвращаться, но ладно. Блин, опять, 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 опять бежит. Как ты меня достала? Тварь мелкая. Кусать-то они не сильно, но вот другое дело, что неприятно это все. Ух ты ж, там кто-то вышел из вагона. Так, помою же душу, да? Упс. Что? Да задрали. Черт, а это откуда ж? Ах ты, тварь. Победили! Плюс пять армейских патрончиков. Вон еще, смотрите. Там дальше есть продолжение этой станции. Но тут пройти, к сожалению, не получится. И вот, дошел до тупика. Блин, что они делают? Что это... Что это за движения такие были интересные? Ладно, если просто побегаю от них. Так, 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 так. Ух, вы сапачки. Получай. Так, пора выходить. У меня есть небольшая передышка. Еще патроны. Отвали! Блин, одного попадания было недостаточно. Господи, да что же это такое? Так, тут не пробежать. А, вон, смотрите, еще есть, оказывается, лестница наверх. Что у нас тут? Патроны на автомат. Блин, сразу убегать. Какие-то трусливые твари, ей-богу. Ну, блин, неприятно, когда постоянно на тебя кто-то нападает. Вот ты вроде бьешь, бьешь, а они и не заканчиваются вовсе. Ну, как же хочется верить в то, что... И надеяться на то, что это самое безобидное, с чем мы здесь повстречаемся. Так, шкафчики эти не откроются. Тут ничего не пропустил. Надо побыстрее здесь действовать. Да беги, беги, не буду я тебя убивать. Так. Еще есть вопрос, как мне... Как мне вот туда перейти? А, стоп. На другую сторону этой платформы. Есть какой-то способ или нет? Может быть, ключ какой-то потребуется. Скорее всего... Так, в норы бы еще не упасть. Так, побыстрее, побыстрее, побыстрее. Вот это что-то светится у нас такое интересное. Нельзя это подобрать. Ооо, а там у нас оружейное. Как здорово. Обязательно пойдем посмотрим. Фильтры не нужны. Сейфы, сейфы, сейфы. А, я думал, что-то можно из сейфа взять. А вот здесь можно. Но только один патрон на дробовик. Так, дайте... Я хочу туда перелезть как-нибудь. Посмотрим. Это открывается у нас? Нет. Еще я увидел ключик от сейфа. Ну что, пойдем? Блин. Пойдем в оружейную? А, заперто. Не все так просто. Так, масочку одеваем. А то Артем начинает задыхаться. Фильтры, каски. А что, неужели оружия никакого нет? О, есть еще сейф. Так, тут максимум. Ну и в этом сейфе денежные патроны. Так, пушку эту брать не будем. Меня сейчас все полностью устраивает. Так. Здесь уже конкретно все в огне. Блин, нора. Так и свалиться можно. Вот поэтому быстро бегать здесь нельзя. Так, у тебя золотой. Ничего. Не найдется. А где же эти мелкие твари, которые быстро бегают? Вот они, вспомнишь их. Вот и они. Так. Так, не провалиться. Не провалиться. Отстаньте. А где? Упс. 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 Продолжение следует... Тут тоже есть второй этаж. Ну-ка посмотрим, может быть без маски можно? Ну, конкретно здесь. Ну да, пока без маски. Вполне себе нормально обходится. А ну отстали от меня! Мелкие, надоедливые твари! Пошли на второй этаж! Где тут лестница-то ходит? А, вот! Продолжение следует... Я шагаю по кровавому болоту. Чужая кровь хлюпает под моими сапогами. Мы с такой легкостью готовы убивать других людей. За место, пригодное для жизни. За кусок мяса, за идею. Наша цивилизация вся была построена на человеческих костях. Но и разрушив ее до основания, даже находясь на краю гибели от когтей и зубов жутких порождений нового мира, мы продолжаем уничтожить друг друга. У тех, кто погиб сегодня, наверное, тоже были семьи. Друзья. Может, у них даже все еще были живы родители. Они погибли, защищая свою станцию от мутантов, а не от других людей. Но ведь в прорези прицела и люди, и звери одинаково кажутся картонными мишенями. Сейчас я пытаюсь спасти людей от чудовищ, чтобы дать им возможность перебить друг друга самим. Так, нам туда. Но один момент. Да, вот тут вот надо одевать масочку. Да видел я тебя. Так, ладно. Тут, похоже, у нас все. Сваливаем. А вот тебе. И сюрприз. Ничего не получилось. У твари мелкой. Давай, давай. Ребенок плачет. Тоже боец. Убился до последнего. Дядя, дядя, вставай, нас всех съедят. Пожалуйста, вставай. Проснись. Пойдем к маме. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи. 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 Отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя. Тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер. Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно. Тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно. Меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напали. Чем он мне поможет? Он вообще сейчас как балласт. Дети метро. Иногда мне кажется, что они, те, кто родился под землей, кто никогда в жизни не видел солнца, какой-то новый биологический вид. Этот ребенок прошел через самый настоящий ад. Он выжил лишь чудом, но это не сломило его. Он говорит, трезво рассуждает. Помню, когда на ту станцию, где мы жили с моей мамой, только еще спустившись в метро с поверхности, напали крысы. Когда мама умерла. Когда крысы ее... А меня вытащил Сухой. Сухой говорит, я еще несколько месяцев не разговаривал, а сам я ничего не помню про то время вообще. А этот малыш... Может быть, метро закалит нас. Может, поколение, выросшее без солнца и без страха, сможет вернуть нам землю. Если я дам ему шанс. Так, пошли потихонечку. Ну ладно, если себе одевать маску, то этому пацану тоже надо. Ферма. Вон дома! Блин, вот гады. Всех свиней пожрали. Что? Что? Продолжение следует... Продолжение следует... Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Так, а где твой тайник, парень? Вырастет и достанет. То есть это... Что, намек на то, что... Этот тайник где-то вверху? Ладно, пойдем. Он, наверное, прикалывается. Так, а ну не трожьте. Ни меня, ни парня. Вон он! Еще один! Такой сюда бежит. Эй! Нифига себе. Эй! Эй! Осторожно! Да я и так осторожен. Вон дома! Нафиг под руку говорить. Ой, ой! Сзади подползает! Что ты боишься-то? Получил, тварь! Еще нычечка небольшая. Ну, неплохо. Ой-ой, смотри! Там дырка! Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Вон он! Еще один! Эй! Эй! Осторожно! Отлично! Так, еще один. Так, теперь ускоримся. Может быть, они не любят огонь? О, яс! Сейфик! Так, отвалите! Твари! Блин, как они меня бесят! Отстань! Положил тебя, наконец-то. Слава богу. Ну и, пожалуй, самое сложное. Найти ключ. Ну, где ты там? Смотрите-ка, чекпоинт. Фу! Не хотелось бы мне ползать по этой зеленой воде. Забирай, забирай, забирай. Сейчас быстренько вернемся. Блин, за парня, что ли, не могу вылезти? Сколько тут интересно будет армейских. Плюс двадцать четыре. Красивое число получается. Пятьсот пятьсот пятьдесят пять. Эй! Это что? Кажется, провод. Это растяжка! Блин, еще... Все, она вниз. Мы уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Да? Просто куча оружия попадаются. Это, кстати, очень хорошо. А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Меба. Нет. Небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Так, тут стоп. Видите, как легко можно упасть. Надо побыстрее от этого пацана избавиться. Ах ты, блин. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Да вот нет, туда не получится. Проходим. Постой. Я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Что ты там остался? Мой брат пообещал привезти его назад. Почему, почему? Дура такая. Почему сама тут прям с пучком своей не пошла? Зачем я пустил? Мама! Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Отпусти! Пусти меня к ней! Саша! Саша! Как тяжело! Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. А где дядя? Без его отца нам бы не прожить. Дядя умер, мам. Если бы он потерял сына... Меня этот человек принес на плечах. Его бы это убило. Я ему помогал монстра убивать. Ты нас всех заодно. Спасибо. Мам! Господи! Белый Сережа! Спасибо вам! Спасибо! Вы моего сыночка спасли! Мне вам нечем отплатить! Возьмите хоть патроны! Ну, патрончики это всегда хорошо. Ладно, пошли! Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Все, спасибо. Auf Wiedersehen. Она предлагает мне патроны за то, что я спас ее ребенка. Как будто я мог поступить иначе, но то, что раньше казалось естественным, сегодня выглядит странно. А то, что раньше казалось уродливым, сегодня никого не удивляет. Что делать? Отказаться от вознаграждения и обидеть счастливую мать? Принять его и признать, что вытащил из пекла ребенка просто ради денег? Это раньше человеческая жизнь. Жизнь ребенка была бесценной. За нее нельзя было заплатить. А сегодня цена есть у каждого из нас. Те патроны, которые мне предлагают за спасение этого малыша, хорошая цена. А цена жизни простого человека, одна пуля, ровно столько, сколько нужно, чтобы отнять эту жизнь. Блин, опять же, философски очень. Брат-близнец. Ну а нам пора, друзья. Надо двигать. Как говорил Артем, времени мало. Так, что у тебя здесь есть интересного? Во-первых, фильтров набираем. Тут зажигательный. Но вы видели, как они себя очень хорошо проявили. Так, вот здесь сразу беру максимум. Вот эти патроны я продаю. Это тоже все сливаю. Отлично. Так. Ну здесь докупить не получится. Так, ну. Наверное, в таком случае я все оставляю как есть. Пойдем посмотрим, что вот у этого торговца. Ну, например, я захочу обменять что-нибудь. Тихарь, ВСВ, бойник, калаш и револьвер. Короче говоря, ничего из этого мне... Подумаешь. ...не нужно. Может быть, протюнить калаш? Да ладно, обойдемся. Проходите. Ну все, братцы, удачи вам тоже. И мне удачи. Я снова поднимался наверх. В холодное и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Продолжение следует...